скалопендра вот такая тварь живет в крыму сегодня ночью пол второго она укусила ваню под футболкой в постели в районе поясницы он почувствовал как эта тварь ползет по нему стал конечно махать руками и смахивать вскочил и она укусила его в районе поясницы в одном месте два укуса мы увидели очень напугались наслышаны про это насекомое тире животное в одних источниках так написано в других так хотели сразу конечно даже скорую вызвать но потом я зашла в интернет и стала смотреть значит скалопендры бывают крымские и тропические тропические страшнее крымские бывают домашние ну и на лесные не знаю какие и живут они во влажных местах откуда она взялась у нас непонятно у нас уже полгода нет дождей и нигде нет у нас ничего сырого где можно ей жить она любит места где много насекомых и насекомых у нас особо нет откуда она взялась ну короче полезла я в интернет стала про нее все читать успокоились мы по совету интернета обработали вместо укуса спиртовым настоем сафоры есть такое растение в крыму сафоры его собирают в лечебных целях и делают лекарства мы собираем крутим на мясорубке заливаем спиртом и применяем как рано заживляющие как дезинфицирующие обрабатывающие даже можно в воду капать и от ангины и полоскать горло за шесть лет жизни в крыму мы второй раз видим такую штуку первый раз на улице ваня перерубил ее лопатой я в интернете читаю что рубить пополам ее нельзя потому что две половинки могут разбежаться в разные стороны поэтому ваня когда скинули из себя он на полу где-то в семи местах раздавил ее полторашкой воды у него вода стояла целая бутылка и он до хруста из нее вот выйти к сок все но и тем не менее вот сейчас утро она еще шевелится она живая она очень живучая вот она это на такие у нее сейчас я ее конечно уничтожил чтобы она не мучилась хвост такой вот у нее короче прочитала я про нее всяких страстей начиная от того что вот в крыму нет акул но есть скалопендры и когда люди приезжают дикарями отдыхают в палатках нужно быть очень осторожным проверять в обуви по траве ходить не ходить босикомом видите что делается можно сказать она перебитая в семи местах и это очень осторожно к ней надо относиться она очень опасна для детей для людей аллергиков и для детей для людей с заболеванием сердца так как у вани сердечник он конечно мы очень сильно напугались но сегодня утром вроде бы плотфу будем наблюдать три дня написано что три дня укус похож на укус шмеля да действительно как говорится в интернете а вот это вот жидкость которая из нее выделяется я даже прочитала что ею китаец китайцы у нас молодцы они делают из нее мази и лечат ревматизм ну короче решила почему я снять это видео короче короче чтобы если кто случится такое как у нас у кого-то можно было в интернете увидите это видео в том числе ну и немножко успокоиться потому что вроде бы как отделались легким испугом страшно конечно есть в доме этом щели в плинтусах надо будет смотреть его не в комнате это сделать ремонт и все законопатить ну вот она я положил ее на сильно шевелилась сейчас она уже практически не шевелится но уже сейчас сколько можно шевелиться вот такое видео если кто-то хочет что-то интересное мне сказать напишите в комментариях буду благодарна